Опасаться ли заражение коронавирусом от летучих мышей в регионе? Ответ на этот вопрос прозвучал в Белом доме. Там прошла пресс-конференция главы регионального департамента ветеринарии. По словам Максима Тихонова, подцепить опасный вирус владимирцы от летучих мышей не смогут. Между тем, напомним, что первый случай заражения коронавирусом был выявлен в китайском городе Ухань. Предположительно, источником заражения стали летучие мыши, которых жители Поднебесной употребляют в пищу. Но вот по данным главы региональной ветеринарной службы, во Владимирской области вообще нет летучих мышей. Стоит опасаться только инфицированного человека, отметил Максим Тихонов. У нас летучих мышей, скажем так, нет в нашей области. Есть. Ну, в небольшом количестве, скажем так, это не распространено. Не так много. Но если касательно летучих мышей, то мы... Просто не едим. То мы мониторинг на такие заболевания в дикой природе не проводятся в настоящее время. Зато проводится мониторинг по бешенству животных. Если в 2015 году было зафиксировано почти полторы сотни подобных случаев, то в прошлом году количество инфицированных животных сократилось до 46. В 16 случаях бешенство было зарегистрировано у домашних питомцев. Но заразить своих хозяев они не успели, рассказал Максим Тихонов. Но при этом он призвал жителей региона прививать домашних любимцев. Кстати, за отстрел переносчиков заболевания, лисиц и енотовидных собак объявлена награда. Цель – снизить популяцию и предотвратить вспышку болезни. Мы ежегодно с 2016 года в рамках областной программы стимулируем, выдаются вознаграждения за каждую добытую лисицу или енотовидную собаку. В прошлом году таким образом было добыто 750 животных. Охотник привозит лисицу в ветстанцию, там оформляют соответствующие документы, фотографируются и вознаграждение составляет 1200 рублей. На отстрел этих животных областная администрация направила 900 тысяч рублей. Расходовали бюджетные деньги и на профилактику африканской чумы среди свиней. Максим Тихонов напомнил, что впервые подобное заболевание было выявлено в 2013 году. В 2016 и 2017 годах произошла массовая вспышка. Тогда было выявлено 45 случаев. По итогам 2019-го не было зарегистрировано ни единого случая заболевания. Расслабляться, конечно же, еще рано. Вирус продолжает циркулировать. И подтверждение этому многочисленные вспышки заболеваний, в том числе и недалеко от наших границ. В частности, в Нижегородской области было в том году достаточно широкое распространение. В этом году уже были первые случаи заболевания африканской чумы свиней Нижегородской области. Случаи заболевания регистрируются также и в других регионах. Максим Тихонов затронул и тему птичьего гриппа. Всего в регионе содержится 3,5 миллиона птиц на шести крупных птицеводческих предприятиях. А также 250 тысяч в личных подворьях. По итогам прошлого года птичий грипп выявлен не был. Но Максим Тихонов вновь призвал не расслабляться. В целом, в прошлом году в территории России обстановка была более спокойная. По сравнению с предыдущим 2018 годом, когда шло массовое распространение. Но в настоящее время ученые прогнозируют, что все-таки в этом году ситуация изменится к худшему. И ожидают значительного распространения вспышек гриппа птиц на территории, в том числе, центральных регионов Российской Федерации. Всего же по итогам 2019 года было проведено 600 тысяч диагностических исследований, а также 500 тысяч вакцинаций. Работу по контролю уровня заболеваний среди животных и птиц в департаменте ветеринарии будут вести и в этом году. Алексей Домнин, Александр Мажаров, Шестой канал. Продолжение следует...